Всем привет! Меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал в этом видео. Мы с вами свяжем вот такую вот шикарную сумку-шоппер из Рафии. Она просто идеально держит форму. Узор шикарный. Кстати, этот узор очень хорошо подойдет для вязания рюкзаков из Рафии, поэтому имейте в виду. Вяжется он очень просто. Я вам сейчас это все покажу. А для начала давайте обсудим материалы. Для вязания нам понадобится вот такое вот дно. Вся фурнитура у меня от сайта Пряжа Центр РФ. Ссылочку я вам обязательно оставлю в закрепленном комментарии, потому что в описании она не очень открывается через раз. То есть у кого-то открывается, у кого-то не открывается, поэтому закрепленные комментарии, там будут все ссылки. Ручки у меня на кнопках 60 см и вот такой вот замочек. То есть сейчас я вам его покажу отдельно. Это вот такой вот замок на кнопке. У него две детали. Он продается также на сайте Пряжа Центр. Стоит совсем недорого, поэтому в принципе сумка достаточно бюджетная. Если не считать Рафию. Которая нам понадобится аж три мотка. Но это при условии, если вы будете вязать такой же плотный узор. Его можно вязать двумя способами. Я обязательно вам расскажу про них. При желании можно уложиться в два мотка, но тогда ваша сумка не будет так хорошо держать форму. У меня идет Рафия Испи. Цвет земля. Здесь идет в мотке 250 метров. И вот это вот остаток от третьего мотка. Крючок я использовала номер три. Также нам понадобятся маркеры, ножницы и хорошее настроение. Все размеры сумки я вам обязательно оставлю в описании. Рафию я заказывала на Wildberries. Там в принципе ничего сложного. В поиске пишите Рафия Испи. И вам выходят все магазины, которые этим занимаются. На этом в принципе все. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я всем отвечу, всем помогу. Давайте уже закругляться и пойдем вязать. Для начала нам нужно обвязать с вами донышко. Для этого мы разматываем моток нашей Рафии. Вставляем крючок в любое из отверстий. Захватываем нашу нить. Вытягиваем петельку. Придерживаем хвостик. И провязываем первый столбик. Сразу прячем наш хвостик вязание. Придерживаем его вот таким вот образом. И теперь смотрите, продолжаем вязать, делая в каждое отверстие по два столбика. Раз. И сюда же вставляем крючок и провязываем два. Вот сюда мы с вами провяжем последний столбик, который будет нашей прибавкой заканчивать ряд. Далее вставляем крючок в следующее отверстие. Вытягиваем петельку и провязываем следующий столбик. Снова сюда же. Вытянули. И второй столбик. Следующее отверстие. Захватываем нить. Вытянули столбик. Провязали первый. Сюда же вставляем крючок. Вытягиваем. Провязываем второй. Вот так это у вас будет выглядеть. Смотрите, мы дошли до поворота. И у нас в каждом повороте, да, получается, есть центральное отверстие. Вот оно. Вот здесь оно. То же самое с этой стороны и с этой. В это центральное отверстие мы с вами провязываем три столбика. Заводим крючок. Вытянули первый столбик. Далее вытянули второй столбик. Далее сюда же вытянули третий столбик. Вот так. Далее мы снова продолжаем вязать по два столбика в каждое отверстие. Без изменений. До следующего поворота. И в центральное отверстие следующего поворота мы с вами провязываем три столбика. Подошла я к концу ряда. Провязываю последнюю прибавку в отверстие. И теперь мне нужно провязать еще один последний столбик вот сюда. Вот так. Далее мы закрываем ряд способом без хвостика. То есть вытягиваем петельку. Заводим крючок в первую вершину. Вот таким вот образом. Захватываем вот эту петельку и тянем ее назад. Наизнанку. Теперь петельку подтягиваем. Аккуратненько. Придерживаем эту петельку. И что мы делаем дальше? Дальше мы с вами продолжим вязание вот в эти вот галочки, которые мы с вами вытянули перед этим. То есть мы вставляем крючок ровно в середину. Я надеюсь вам это очень хорошо видно. Давайте я поближе поднесу. Вот она видите галочка. И в середину мы вставляем крючок. Вот таким вот образом. Смотрите. Это должно у вас выглядеть с обратной, с изнаночной стороны. То есть ровно в середину столбика. С лицевой стороны и с изнаночной. Находим вот этот вот последний столбик, который мы с вами провязали. Вставляем в середину него крючок. Далее вставляем крючок вот в эту петлю, которую мы вытянули. Вот. Захватываем нить и аккуратненько вытягиваем. Подтянули где нужно. И вот что у нас получилось. Далее продолжаем вязать первый столбик. Вот у нас идет следующий столбик прибавки. Мы в середину вставляем крючок. С обратной стороны проверяем. Вышли в середине. Захватываем нить. Вытянули на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке. Провязываем следующий столбик. Далее. Следующая петелька. Следующая галочка. В середину мы вставляем крючок. С обратной стороны проверяем. Будьте аккуратны. Не порвите рафию. То есть вот видите с обратной стороны у нас тоже вышел крючок посередине. Вытянули петлю и провязываем. Такой способ называется столбики в раскол. То есть мы как бы раскалываем наши столбики пополам. Далее следующий столбик. Еще одна галочка и еще один столбик. Следующий. Осторожно. Столбик вытянули и провязали. Вот таким вот образом мы провязываем каждый столбик в нашем ряду. Теперь смотрите, что мы делаем в повороте. В повороте, в центральной из трех столбиков мы провяжем с вами прибавку. То есть сейчас я дойду до этого поворота. В каждой мы вяжем по одному. Осторожно. Вытянули. И вот смотрите. Раз, два, три. И вот в этот центральный столбик из трех мы провязываем прибавку. То есть два столбика в один раз. И сюда же мы вставляем крючок и вытягиваем второй столбик. Вот так это у вас будет выглядеть. Далее продолжаем вязать по одному столбику в каждую петлю. В каждый столбик. До следующего поворота. Также в центральный, вот в этот, который находится посередине, мы провязываем прибавку. И таким образом мы довязываем с вами до конца ряда. Смотрите, я дошла до конца ряда. И что я сделала? Я поделила свои боковые части пополам. Потому что в этих местах здесь сбоку у нас должны будут идти прибавки. Прибавок будет немного. В принципе, можно оставить сумку и без прибавок. То есть чем больше трапецообразную сумку вы хотите, тем больше прибавок вы делаете. Точно так же закрываем ряд без хвостика. То есть вот он первый наш самый столбик. Вот его вершина. С изнаночной стороны мы вставляем крючок под вершину. То есть между вот этими двумя столбиками захватываем наш хвостик, который выходит из петельки. И вытягиваем. Вот что у нас получилось. Далее мы с вами будем вязать таким образом. То есть, смотрите, убираем крючок и вставляем его вот сюда. То есть вот она идет первая галочка нашего предыдущего ряда. Вот она последняя. Вот эта вот часть нашей петельки, которую мы вытянули. Мы вставляем крючок под вот эту вот петельку. А с обратной стороны точно так же заводим ее внутрь нашей вот этой петли. Вот так подтягиваем и вытягиваем первый столбик. Провязали. Получается, мы с вами провязали первый столбик нашего нового ряда над первым столбиком предыдущего ряда. И теперь смотрите, вот он идет следующий. Здесь в принципе легко, чтобы не запутаться, можете ориентироваться на прибавки вот этих вот в обвязке донышка. Мы заводим крючок вот сюда, в основание этого второго столбика. То есть снова мы вставляем его в середину нашего столбика. И вытягиваем вот такую вот длинную петельку. Провязали. Где надо, поправили. Далее у нас идет снова, видите, по прибавкам ориентируемся. Первый столбик. Мы заводим крючок под вершину этого первого столбика. Вытянули петлю, провязали маленький столбик, короткий. Далее, вот он идет, второй столбик нашей прибавки. Заводим крючок в основание. То есть точно так же, как мы вязали вот этот вот столбик предыдущего ряда. В середину столбика обвязки. Захватываем нить, вытянули длинный столбик и провязываем. Заводим крючок под вершину, захватываем нить, провязываем короткий столбик. Далее, второй столбик прибавки. Мы заводим крючок в основание нашего столбика и провязываем длинный столбик. Таким образом, мы вяжем с вами до конца ряда. В местах прибавок мы ничего не меняем. То есть даже вот эти места, где мы с вами сделали отметки маркером, мы пока не трогаем. У меня остались последние два столбика. Я провязываю столбик сначала в вершину и заканчиваю ряд длинным столбиком. Так как начала я его с короткого. Вытянула и провязала. Что мы делаем дальше? Между каждым новым рядом мы с вами будем провязывать ряд соединительных столбиков. То есть это делается для большей объемности рисунка. Дальше, если вы хотите сэкономить, то можете этого не делать. Но я буду делать это после каждого ряда. То есть смотрите, вот идет первая вершина. Первый столбик, первая вершина. Я завожу крючок. Вот таким вот образом. То есть под вершину этого столбика захватываю нить и протягиваю через ту петлю, которая у меня уже на крючке. Далее, следующая вершина. Захватываю нить. У меня снова 2 петли на крючке. Я протягиваю эту через предыдущую. Следующая вершина. Снова соединительный столбик. Далее, следующая вершина. Снова соединительный столбик. И таким образом мы с вами вяжем до конца ряда. И вот здесь, вот в этом месте, получается в самом начале, я советую вам поставить маркер. Для того, чтобы не запутаться, где у вас начало ряда. И теперь, таким образом, в каждую вершину мы провязываем по одному соединительному столбику. Старайтесь эти столбики сильно не затягивать, чтобы ваше полотно не стянулось в итоге. Довязала я соединительными столбиками до конца ряда. Вот что у меня получилось. И далее мы продолжаем вязать с вами рисунок. Смотрите, делаем воздушную петлю подъема. И вот у нас идет начало ряда с короткого столбика. Сюда мы с вами провязываем в основании этого короткого столбика, то есть между вот этими двумя столбиками, мы провязываем один длинный. Вытянули петлю и провязали. Далее, вот он идет, наш первый длинный столбик в прошлом ряду. В вершину этого столбика, то есть вот сюда, между вот этим коротким и длинным столбиком, мы вставляем крючок и вытягиваем короткий столбик. Далее, вот он идет, следующий короткий столбик. В его основание мы вставляем крючок и вытягиваем длинный столбик, провязываем. Далее, в вершину нашего длинного столбика предыдущего ряда мы провязываем короткий столбик. И вот такой вот рисунок у нас получается. Снова, видите, основание короткого столбика. Мы ввели крючок, провязали длинный столбик. Далее у нас идет длинный столбик предыдущего ряда. В вершину этого столбика мы провязываем короткий столбик. Снова основание длинный, вершина короткий. То есть над длинными столбиками мы вяжем короткие, над короткими мы вяжем длинные. И таким образом мы с вами довязываем до вот этого момента, то есть до столбика, который у нас отмечен маркером. Подошли к этому столбику, провязываем в него длинный столбик. и в следующий то есть вот он идет длинный столбик после маркера в вершину этого столбика мы провязываем два коротких то есть делаем прибавку раз и сюда же мы провязываем 2 вот так далее продолжаем вязать по рисунку то есть в основании короткого мы провязываем длинный а в вершину длинного мы провязываем короткий и так мы провязываем с вами до вот этого вот маркера здесь повторяем то же самое то есть вот сюда в тот столбик который отмечен маркером мы провязываем длинный столбик а в вершину следующего мы провязываем с вами прибавку то есть два коротких столбика смотрите я дошла до конца ряда и у меня осталось вот эта вот воздушная петля от начала ряда я завожу крючок вот сюда также вершину этого столбика и провязываю последний столбик вот так теперь у меня все красиво и аккуратно скрыто дальше у меня идет ряд соединительных столбиков смотрите здесь еще такой момент есть их мне обязательно вязать именно за вершину их можно вязать за вот эту вот заднюю стенку вершины то есть вот она видите идет петля мы вставляем крючок только за заднюю стенку так ваши столбики получаются гораздо выше вы можете и за основание вершины вязать и за заднюю стенку то есть как здесь разницы в принципе нет никакой поэтому вяжите так как вам удобно так как вам больше нравится рисунок и встретимся в начале ряда и так подошла к концу ряда здесь в принципе маркер не нужен при таком способе обвязки здесь видно начало и так теперь смотрите делаем воздушную петлю подъема мы с вами оказались над коротким столбиком и теперь вершину длинного мы провязываем короткий столбик вот так дальше все просто повторяем те же движения то есть вершину длинного мы вяжем короткий столбик а в основании короткого столбика мы вяжем длинный обязательно все длинные столбики выравляйте чтобы они смотрелись красиво потому что короткие столбики их не видно они будут прятаться внутри по длинными и тут в принципе не важно как они будут выглядеть поэтому старайтесь хорошо заморачиваться именно над длинными столбиками чтобы они были у вас как можно ровнее так смотрите я подошла к нашей прибавки и теперь что мы делаем вот сюда в основании до этой прибавки мы провязываем длинный столбик так как перед прибавка у нас идет короткий далее отодвигаем и между вот этими двумя столбиками прибавки мы провязываем с вами короткий столбик вот так и теперь длинный мы провязываем снова сюда же откуда вы вязали предыдущей длины то есть в основании этой же прибавки вот так вот таким вот образом у нас с вами получается прибавка далее продолжаем вязать точно так же здесь ничего не меняется ну что я довязала до конца начала уже вязать четвертый ряд рисунка дошла до нашей до места нашей первой прибавки и здесь смотрите ничего сложного мы вяжем точно также по рисунку то есть над первым длинным столбиком прибавки мы вяжем короткий вот сюда между вот этими двумя длинными столбиками в основании короткого столбика мы вяжем длинный и вот сюда вершину вот этого длинного столбика мы провязываем короткий то есть дальше у нас продолжается просто рисунок и вот так это будет выглядеть таким образом мы довязываем до этой прибавки провязываем здесь точно также заканчиваем ряд и провязываем без изменений без прибавок вверх 45 рядов как вам больше нравится то есть это все зависит только от вашей фантазии вы хоть через ряд можете добавлять прибавки то есть смотрите так скажем на глаз как вам будет больше удобнее как вам больше понравится так и вяжите вот такой вот рисунок у нас с вами получается и увидимся через четыре так смотрите я довязала пять рядов получается можем вместе с вами посчитать 1 2 3 4 5 и вот он шестой ряд я провязала сделала прибавки здесь в принципе тоже высчитывать не обязательно в какой именно столбик вы сделаете прибавку главное чтобы это было приблизительно посередине потому что вязание у всех съезжает в разные стороны кто-то левша кто-то правша кто-то тянет в одну сторону больше кто-то в другую в общем поэтому мы оставляем здесь маркер и приблизительно посередине мы делаем вот эти вот прибавки и так в шестом ряду я сделала прибавку далее провязала ряд соединительными столбиками то же самое я сделала с этой стороны и уже довязала до момента прибавки давайте я вам еще раз покажу как мы вывязываем вот эти вот два длинных столбика и так вот идет наша прибавка мы в ее основание вставляем крючок вытягиваем один длинный столбик провязали далее вот здесь между вот этими двумя галочками мы вставляем крючок под вершину вывязываем короткий столбик и теперь сюда же в это же основание откуда мы вывязали вот этот столбик то есть в эту же петлю мы вставляем крючок и вытягиваем второй длинный столбик вот так у вас это должно будет выглядеть точно так же мы делаем все последующие прибавки самое главное это не пропускать вот эти вот короткие столбики и делать вот эти длинные столбики самыми ровными потому что короткие они у нас все равно спрячутся под длинными поэтому если он у вас получится тоньше или наоборот толще ничего страшного нет он вас спрячется под длинным столбиком таким образом мы с вами провязываем на нужную нам высоту сумки я довязала на нужную мне высоту меня получилось 38 рядов вверх и теперь мне нужно выделить места куда я буду делать ручки то есть мне нужно сделать отверстие для ручек я уже их отметила и сейчас покажу как я это сделала то есть смотрите во первых складываем нашу сумку пополам вот таким вот образом находим середину и теперь смотрите чтобы все это было очень очень ровно мы делаем вот так то есть мы сложили нашу сумку пополам выпрямили выровняли и вот на уровне донышко мы будем с вами пришивать привязывать наши ручки то есть смотрите вот идет начало донышко мы вот так прикладываем и вот я отметила уже получается начало вязание своей ручки конец можно отмечать можно не отмечать я отметила только начало дальше с этой стороны то же самое то есть мы находим конец донышко вот видите выкладываем свою ручку и отмечаем начало смотрите если мы поднимем нашу сумку вот здесь вот видно наши маркеры немножко съезжают если мы отметим и начало и конец связывания до нашей ручки то у нас маркеры сойдут так как мы отмечаем только начало наши маркеры немножко расходятся в разные места то есть примерно получается на ширину нашей ручки вот так видите наши маркеры с этой и с этой стороны остаются то есть они расходятся ровно на ширину нашей ручки здесь я уже довязала начала ряд довязала до первого маркера и смотрите что мы делаем вот у меня идет отмеченным маркером то есть я провязываю последний столбик он у меня идет длинный вот так далее делаю 3 воздушные петли 1 2 3 пропускаю смотрите маркер здесь уже можно убрать пропуская смотрите 2 столбика то есть у меня здесь по рисунку должен идти короткий столбик далее длинный и снова короткий и я вижу сразу короткий столбик вот так у меня получается вот такое вот отверстие вот такой вот промежуток дальше я продолжаю вязать по рисунку длинный столбик короткий и так далее и вот смотрите давайте примерим нашу ручку она у нас на кнопках мы вставляем ее в это отверстие она должна заходить туго чтобы у нас не было никаких дырок слишком больших то есть если мы потянем сумку у нас вот здесь вот получится вот такой вот промежуток если мы пропустим больше столбиков то у нас отверстие будет еще больше или если мы наберем воздушных петель больше у нас вот здесь вот вот и дырка получится очень большая поэтому чем меньше тем лучше и продолжаем вязать до следующего марка вот я подошла к следующему своему маркеру и у меня вот здесь вот он маркер отмечен здесь идет должен идти короткий столбик по рисунку два столбика пропускаем то есть у меня после короткого идет длинный потом короткий и вот в это отверстие вот под этот столбик мы вяжем длинный столбик сначала делаем 3 воздушные петли 3 и теперь сюда провязываем длинный столбик вот так вот такое отверстие у нас получается дальше мы вяжем по рисунку смотрите по поводу соединительных столбиков здесь по воздушным петлям мы точно также их делаем то есть вот я дошла до момента где у меня идут начинаются воздушные петли подъема то есть я провязываю последний соединительный столбик столбик перед тем как у нас начнется отверстие дальше точно так же за заднюю стеночку вот смотрите я завожу крючок и соединительный столбик далее опять задняя стеночка и соединительный столбик точно так же с этой стороны и соединительный столбик 3 соединительных столбика дальше по следующей вершине и продолжаем вязать соединительные столбики таким образом у нас получается здесь тоже очень плотненько чтобы ручки сильно не вытянули наше вязание и так как мы обязываем вот это вот отверстие когда уже перешли на следующий ряд рисунка то есть вот я довязала до конца вот у меня последний короткий столбик перед отверстием дальше мы заводим крючок полностью в отверстие захватываем нить вытягиваем петлю и провязываем точно такой же короткий столбик и таких столбика мы провязываем 3 так как у нас было здесь три воздушные петли 3 вот так это будет выглядеть дальше у меня по рисунку идет длинный столбик вот так то есть смотрите какой бы рисунок у вас не был да то есть чего бы вы не начали длинный столбик короткий вот у меня вот здесь получается перед отверстием будет длинный столбик вот сюда в это отверстие я провязываю три коротких столбика и продолжая вязание точно так же со всеми другими отверстиями не забывайте не запутайтесь три коротких столбика и дальше по рисунку естественно когда вы перейдете на вязание следующего ряда рисунка здесь у вас будет сразу три длинных столбика которые вы точно также провяжите под это отверстие таким образом вы укрепите место вот это вот где будет держаться наша ручка и наше полотно мне будет сильно растягивать так я провязала еще три ряда рисунка после того как мы сделали с вами соединительные столбики и вот что у меня получается этого мне достаточно мы с вами вязали соединительные столбики кто за полную вершину дату из за обе стенки нашей вершины а кто-то вязал только за заднюю стеночку вот так здесь как бы вы не вязали здесь закрываем последний наш ряд соединительных столбиков будет за обе стенки нашей вершины то есть вот таким вот образом мы не закрывая ряд продолжаем вязать соединительные столбики вот так то есть после последнего столбика мы переходим на вязание сразу соединительных столбиков и вяжем мы их сразу за обе стенки нашей вершины вот так у вас это должно будет выглядеть таким образом мы проходимся по кругу и наша сумка почти готова нам останется только пришить замок и надеть ну что я довязала до конца уже обрезала нить у меня остался последний столбик я провязываю его и вытягиваю нить смотрите вот идет наш самый первый столбик ряда вот это переход это столбик ряда нам нужно сделать еще одну петлю завершающую которая будет лежать поверх вот этой вот переходной петли то есть мы в первую петлю ряда вставляем крючок вот таким вот образом снизу вверх захватываем нашу нить и вытягиваем ее вниз аккуратно вот так далее с изнаночной стороны мы вставляем крючок под вершину и таким образом чтобы у нас крючок вышел в середине нашего вот этого вот последнего столбика соединительного откуда мы вытянули вот эту вот петельку вот захватываем нить и вытягиваем на изнаночную сторону подтянули и вот что у нас получилось вот такой вот красивый аккуратный переход дальше вот здесь с изнаночной стороны мы прячем хвостики аккуратно за задние стеночки здесь в принципе ничего сложного нету заводим крючок за заднюю стеночку нашего столбика захватываем нить и тянем и так проделываем до тех пор пока она у нас полностью не спрячется а теперь нам осталось надеть ручки пришить наш замок на кнопки и сделать вот такие вот украшения кисточки но прежде чем пришивать замок чтобы все это получилось аккуратно в нужных местах нам нужно отпарить сумку потому что сейчас она он заворачивается всем нам нужно ее максимально хорошенько отпарить выровнять все вот эти вот места загибы и закрученные места и только потом мы с вами будем пришивать замок чтобы все у нас получилось ровно и он у нас никуда не уехал и не съехал что я отпарила свою сумку вот такая вот она у меня сейчас ровненькая аккуратненькая и теперь можно приделывать замок смотрите пришивать замок мы будем вот так то есть вот в этих местах у нас будут ручки и ровно посередине мы должны с вами пришить замок поэтому будем отсчитывать с вами равное количество столбиков и вот в этом месте мы с вами пришьем замок вот так здесь я уже продела рафию через иглу и самыми простыми и обычными стежками мы будем пришивать наш замок не забудьте оставить небольшой хвостик чтобы потом можно было закрепить нить вот так какими будут стежки тут совершенно не важно вы можете вставлять иглу крест-накрест можете простые стежки сделать я буду вставлять крест-накрест самое главное смотрите чтобы у вас ваш замок никуда не уехал чтобы все было ровно и аккуратно чтобы все получилось на одном уровне дальше смотрите вот эту часть мы пришиваем точно так же то есть мы разложили нашу сумку сравняли вот эти вот места где у нас будут ручки вот так примерили где у нас будет замок приложили убрали придерживая пальчиками пришили по кругу все здесь в принципе все просто ну что я пришила замок вот так вот у меня все получилось теперь можно надевать ручки первое смотрим чтобы они не перекрутились осторожно если туго заходит это прямо очень даже хорошо так вторая вторая ну вот такая сумка у нас с вами получилась здесь я вот подготовила небольшой брелочек надела его на кольцо карабин и зацеплю вот тут на вот эти вот соединительные столбики где-то посередине аккуратненько вот так ну и вот такая вот сумочка у нас получилось как вам результат так же если у вас остались вопросы пишите их комментариях всем отвечу всем помогу расскажу вот так вот наша сумка выглядит внутри она у нас получается очень очень вместительная и смотрите за счет того что мы делали достаточно плотный узор она очень даже хорошо держит форму то есть она вот стоит и не падает как обычные сумки из рафии да она достаточно хорошо держит форму здесь по брелкам можно оставить без брелка можно сделать брелок можно сделать не на кольцо карабин на что угодно то есть это все зависит только от вашей фантазии спасибо всем за просмотр если у вас еще раз повторюсь остались какие-либо вопросы обязательно пишите всем помогу всем расскажу и до новых встреч пока пока